Девушки отдыхают Они объяснят Птицы небесные тебе Расскажут Разузнай у земли Она объяснит Рыбы морские тебе Поведают Кто же из них не знает Что так устроил Господь Вы знаете, некоторые верующие Везде видят одни опасности Бесов, демонов Искушения всевозможные Я отношусь к другой категории верующих Я вот где не оказываюсь Везде вижу откровения Благословения И даже когда трудно Или может быть непонятно Тем не менее, я верю, что Бог Желает что-то нам через это Рассказать, объяснить И поведать И Иов говорит, что даже рыбы Даже птицы То есть все творение Создано не только для нашего обитания И не только, чтобы наслаждать нас Но оно создано Чтобы нас чему-то научить Я некоторое время назад читал книгу Известного канадского клинического психолога Джордана Петерсона И в своей книге Джордан Петерсон Приводит интересную историю Про лобстеров Вы наверняка знаете Да, лобстеры такие большие Ракообразные Да, да Андрей знает Они большие, красные Из тарелки торчат Вот Но они еще и живут Живут на дне Знаете, да Они обитают на дне Вот И они очень любят там всякие жилища строить себе Всякие домики, коряги выискивают Проблема в том, что лобстеров много А коряг для них не хватает И из-за этого между лобстерами нередко бывают схватки И бывают всевозможные драки И вот профессор Джордан Петерсон рассказал Что схватка между лобстерами происходит в четыре этапа Первый этап, когда два самца лобстера Они выходят друг против друга И первый этап Они начинают махать своими клешнями И как вот боксеры так немножко пританцовывают В разные стороны Там справа налево Слева направо Вот И еще у них есть такая жидкость Которую они пускают друг в друге И в химическом составе этой жидкости Есть информация о том Что это за лобстер Какой у него пол Какой у него вес Какое у него состояние здоровья на этот момент И даже какое у него настроение То есть они так друг в друга выстреливают И обмениваются информацией Это первый этап сражения Если лобстер почувствовал Что клешни соперников Просто визуально больше Информация, которую он получил Ничего хорошего не сулит Лобстер часто убегает Сдается и все Победитель Первый этап Если лобстер почувствовал Что они примерно одинакового размера Или может быть он больше Но я круче Тогда они переходят Ко второму этапу Второй этап выглядит так Лобстеры опускают клешни Поднимают высоко усики Усики у них дрожат И тогда один лобстер Снова как бы наступает на второго Один наступает Второй отступает Останавливается и наоборот И таким образом Они двигаются некоторое время Один наступает Второй отступает Наоборот Второй наступает Первый отступает И вот это второй этап В этот момент тоже Некоторые лобстеры Не выдерживают нервного напряжения Это такого танца военного И может убежать Если же Тут никто не дрогнул Никто не убежал Тогда наступает третий этап И это уже конкретно Сражение Когда они начинают Поднимать клешни И они пытаются Друг друга перевернуть Вот своими клешнями Которые пока раскрыты Зацепить И перевернуть соперника На спину Вот они таким образом Друг друга переворачивают Если Кого-то перевернули На спину И он понимает Что соперник сильнее И ему дальше не поздоровится То он точно так же Упав на спину Может убежать Но если Никто никого Не перевернул На спину Или Тот Кого перевернули На спину Все равно встал И решил взять Реванш Не отступает Тогда приходит Четвертый этап Самый жестокий Когда они уже Берут клешни И не просто Переворачивают Друг друга А расходятся В разные стороны Как бы Разбегаются И несутся С вытянутыми Клешнями Навстречу друг друга Когда они встречаются Они сжимают Клешни Пытаясь Выхватить Какую-то часть Либо глаз Либо часть Обычно нежную Какую-то часть Когда они Хватают И сжимают Мертвой хваткой Часть соперника И резко Дергают назад Чтобы вырвать Кусок Либо глаза Либо еще чего-то После этого Соперник Либо покалечен Либо вообще Умирает И если Сватка Заканчивается И проигравший Не умирает То с ним Происходит Такая вещь Он впадает В глубокую Депрессию Он впадает В очень Подавленное Состояние И из-за этого Подавленного Состояния Он некоторое Время после этого Просто сам Не свой И даже Если он встречается С лобстером Который до этого Был слабее его И он его Выигрывал В этот раз Он не вступает В сватку Даже с более Слабым соперником А иногда Происходят Вообще Удивительные вещи Которые Ученые Пронаблюдали За этими Проигравшими Лобстерами Лобстер Который до этого Мнил себя Победителем Главным Он верил Что он Сможет Одолеть его Но он Одержал Сокрушительное Поражение Мозг Проигравшего Лобстера Буквально Растворяется Не выдерживая Такого стресса И лобстер Как бы снова Созидает Новый Свой Мозг Заново Созидает Мозг Но что интересно Этот новый Мозг По своему Химическому Составу Отличается Там меньше Серотонина Ну меньше Таких химических Веществ Это как бы Мозг уже Не победителя А мозг Проигравшего Словно Лобстер Остается Такой же То есть восстановившись Те же челюсти Те же Там панцирь Те же Крешни Те же у него Размеры Но у него Словно Другой Другой Мозг Мозг Проигравшего Лобстера Он уже По другому Ведет себя И когда он Встречается С новым Соперником Через какое-то Время У него Намного Больше Шанса Проиграть Даже Как я сказал У того У кого он До этого Может быть И выигрывал Шансы у него Проиграть Намного выше И он Словно Спускается Ниже Ниже И ниже У победившего Лобстера Наоборот У него Возрастает Уверенность Поднимается Серотонин И шансы На то Что в новой Сватке Он опять Оказывается Окажется Победителем Намного Намного Возрастают И очень Интересно Что Об этом Об этом Принципе Говорится В слове Божьем В священном Писании Если мы Вместе с вами Откроем Евангелие От Матфея 25 Главу Здесь говорится О том Что Интересно Что в 20 Веке Социологи Вот тот стих Который я сейчас Вам прочитаю Они его назвали Эффект Матфея И даже Я читал Одного социолога Который сказал И говорит Евангелие Это точно Книга От Бога Потому что Если написанное В ней Подходит Даже для Животного Мира То значит Что-то За этим Большое Стоит И вот Смотрите Здесь Говорится Матфей 25 Голова 29 Стих Ибо Всякому Имеющему Дастся И Приумножится А у Неимеющего Отнимется И то Что Имеет Я прочитаю Еще раз Этот стих По современному Переводу Российского Библейского Общества Тому У кого Есть Будет Дано Еще И будет У него Избыток А у Кого Нет У того И то Что Есть Отнимется И вы знаете Получается Что И победа И поражение Подобны Снежному Кому Я думаю Хотя я не знаю Как сейчас играют Современные дети Я уже Но мы в детстве Любили Катать Снежки Делали Снеговиков Там Бабу Зимой Снежную Делали Так вот Вначале Когда ты берешь Пытаешься Катать Вот этот Снежок Берешь Маленький Снежок Слепляешь Его Катишь Он там Рассыпается Вот вначале Очень тяжело Но если Но если Знаете Вот этот Снежок Как-то Зацепился Потом Все Больше И больше И когда Он становится Большой Ты просто Свободно Катишь И он Автоматически Растет Такое Драгоценное Точно так же Действуют И победы И поражения Чем Когда ты Одерживаешь Победу То Одержать Следующую Победу Намного Проще С новой Победой Новую Победу Еще Проще Еще Проще И еще Проще И поражение Точно так же Проиграв Следующий раз Тебе проиграть Уже Больше шансов Проиграть Проиграв Еще И таким образом Опять-таки Видите Принцип Имеющему Дастся И еще Не имеющего Отнимается И последнее Работает Даже В мире Лобстеров Почему Я говорю О лобстерах На христианском Богослужении Да потому что Мы Намного Больше Похожи На лобстеров Чем мы Даже Думаем Вот эта Нервная Система У них И у нас Когда изучают Там очень Много Схожего И химический Состав Нашего Мозга Очень Похож На то Что есть На то Что есть У лобстеров И Слово Божье Когда мы Читаем Вот одно из Моих Наверное Любимых Мест В книге Притч Это притч 23 глава Здесь Говорится Про Завистливого Человека Но я не про зависть Буду говорить А вот принцип Который Бог здесь Показывается Посмотрите Притч 23 глава 6 стих Не вкушай У пищи У человека Завистливого И не прельщайся Лакомыми Явствами Его Потому что Каковы мысли В душе Его Таков и он Ешипей Говорит Он тебе А сердце Его Не с тобой То есть Человек Может Выглядеть Любезным Он может Говорить Тебе Ешь И пей Но это Лишь Внешняя Маска Внутри Скрываются Его мысли И вот Какие Его мысли Таков и он Не внешние Улыбки Не внешняя Любезность Но тот Процесс Который У него Там В его мозге Происходит Это формирует Это формирует Его Его Жизнь И вы знаете Драгоценные Вот точно так же В нашей жизни Когда Я смотрю Люди приходят В церковь И у каждого из нас Есть какое-то Определенное Прошлое И безусловно Есть Раны У кого-то Они может быть Не такие большие И прошло время И ты Восстановился Через какое-то время Но есть немало людей И не только у нас Церкви В разных городах В разных странах Когда я проповедую Служу И общаясь с людьми Я слушаю истории Я слушаю свидетельства Я вижу Как много Израненных людей Израненных С самого детства Когда ты Может быть Претерпел Насилие В семье Или в школе Или в классе Когда ты был Белой вороной И тебя Всем классом Гнобили А ведь детские Сообщества Они очень жестоки Бывают И вот Когда ты Претерпел Эту боль Унижение Либо в детстве Либо в подростковом Возрасте Что-то происходит Бывает Это не просто Приносит боль В нашу жизнь Это определенным Образом Влияет На наш мозг На наше мышление И это приводит к тому Что Я вот встречаю Верующих Бывает Я вижу Я вижу Некоторых верующих Красивые Умные Здоровые Но настолько Закомплексованные Вот на свой счет Такие вот есть мысли Я помню Как-то раз Правда не с верующим Просто я летел В самолете На одной из конференций И вот И со мной сидел Мужчина Он сидел Ближе к проходу Вот Сидел И Ну Так прилично Выглядел Да И вот Идет Проводница Она разносила Напитки Какие-то соки И вот случайно У нее раз Стакан сока На него провелась Стюардесса Заволновалась Занервничала Она там стала Извините 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 Он говорит Да вы не переживайте Со мной все время Это случается Я так удивился Потом когда она ушла Я ему говорю Почему это с вами Все время случается Он говорит Я не знаю У меня как-то с детства Такой неудачник Вот помнишь Фильм Тогда в 80-е Был фильм Такой французский Невезучий Помните такой был фильм Невезучий Он говорит Помнишь фильм Невезучий Он говорит Как будто при меня снимали Все время что-то происходит Все время что-то случается Да И мне настолько Это произвело впечатление Вот что-то с ним Все время случается Как будто Знаете Вот эти Проигрыш Боль Неудачи Они не просто Как бы оставляют Как говорю Раны Там В нашей душе В нашей жизни Влияют на определенный Образ нашего мышления И нам после этого Встретить новую неудачу Легче И знаете И как снежный ком Легче 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 Проблемы Еще легче Трудности Еще легче Таким образом Люди Оказываются На самом Социальном Дне И Они не хотят Там находиться Но словно Тянет Их туда И потом Эти люди Приходят Приходят В церковь И вот Когда они Вся их жизнь Была как некая Вот эта лестница Ведущая вниз Словно ведущая В никуда Вот эти унижения Проигрыши Проигрыши Неудачи в любви Не прошел Там Собеседование Что-то еще Еще где-то Не поступил куда-то И вот это вот Вниз 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 И приходят Люди С разрушенными Жизнями Самое главное Вот с этим Мышлением Настроенным На поражение Настроенным Что все плохо Ничего не получится И мы часто ждем Что вот Что-то Что-то должно Случиться С нашей жизнью Что-то вот Как-то вот Кребли-крабли-бумс И все хорошо Кто-то помолится Почему так популярны Вот это все Учения О наследственных Проклятиях Потому что нам кажется Вот какие-то вот Проклятия Вот они вот Как-то идут Идут Вот надо как-то Снять с меня И эти проклятия Эти люди С себя эти проклятия Снимают Снимают Годами Снимают Одержимы освобождением Вот И снимают Снимают Хотя в действительности Драгоценные Что-то должно Произойти В нашем разуме В нашем мышлении Сколько мест В Евангелиях Сколько мест В посланиях Апостолов Посвящено Именно нашему разуму Я прочитаю Лишь одно Из Может быть Известнейших мест На На эту тему Это послание К римлянам 12 глава 2 стих Где говорится Смотрите И не сообразуйтесь С веком сим Это Не вообще Миру И человечеству Адресовано Кому это Павел писал В верующем В Риме То есть В принципе Он это адресует Христианам И он нам Говорит Не сообразуйтесь С веком сим Но Преобразуйтесь Обновлением Ума Вашего Чтобы вам Познавать Что есть Воля Божия Благая Угодная И совершенная Так много Христиан Хотят знать Волю Божью А что Бог Приготовил для меня Какая воля Божия Для меня И мы думаем Что какой-то должен быть Суперчеловек Суперпомазанник Суперпророк Который Изрекет Слово Господне Хотя Павел Четко показывает Что познание Воли Божьей Является Следствием Преображения К нашего Разума А преображение Оно вот не так Происходит Сколько лет Вот эти изменения Внутри тебя В твоем Менталитете Происходили Сейчас Когда ты Оказался На определенной Ступени Вот я по-моему Когда у вас зимой был Мы говорили про метаною Да Про метаною Метаноя Это греческое слово Которое у нас В Евангелии Переводится как Покаяние И все равно У нас есть стереотипы Вот что значит Покаяться Вот кто-то на тебя Обижается А ты решил Покаяться Что ты делаешь Прости 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 Что ты имеешь ввиду Не обижайся Перестань злиться Все хорошо Мы друзья Вот у нас такой стереотип И мы с этим стереотипом Приходим к Богу Каемся Прости Прости Не злись на меня Господь Не такое же я и плохой Помилуй меня Как бы То есть Мы ожидаем Что злой Бог Должен сменить Свой гнев На милость Но метанои По сути Ничего общего С этими умолениями Не имеет Метанои Означает Изменение Мышления То есть Когда ты оказался На какой-то ступени В своем разуме В своем развитии Ты приходишь В церковь И говоришь Господь Вот Я хочу Изменение Мышления Чтобы было В моей жизни Мышление Нужно менять Не бегать За какими-то Непонятными вещами Эфемерными А это процесс Я знаю Что он Занимает время Я знаю Что это бывает Непросто Но по-другому Драгоценные Никак Вот это изменение Преобразование Нашего разума Когда мы говорим О слове Божьем Когда мы говорим О молитве Вы знаете Вот Если мы Уйдем От религиозных стереотипов Вот Библия И молитва Читаешь Библию И молишься Но если вы подумаете Слово Божье Это не просто Древняя Священная Книга Но это же Письмо Написанное Богом Для каждого Из нас Когда у нас Меняется Отношение К Писанию Когда мы читаем Это не просто Как вот эту Мудрую книгу А когда мы читаем Как слово Которое что-то В нас должно Произойти То восприятие Священного Писания Становится Совершенно Другим Я вам скажу Молитва Она тоже Становится Совершенно Другим Мы думаем Молиться Это опять-таки Боже Вот это сделай Как бы Ну Бог Он злой А мы добрые И мы Богу дела нет Вот до человека А мы просим Ну помоги ему Не хочу Ну пожалуйста Да не буду Да не буду я Его исцелять Ну мы просим Тебя Ну ему Очень плохо На самом деле Знаете Когда молитва Происходит Вот Я вам советую Я какое-то время Практикую Когда берешь Какое-то место Священного Писания Ты читаешь его И потом ты начинаешь Молитвенно Вот словно Наполняться Этим местом Писания Не случайно Ведь Библия Сравнивается С хлебом Не Хлебом единым Жив человек Но всяким Словом Исходящим Из уст Божьих Грехопадение Началось С питания Не то съели Точно так же Восстановление Происходит С питанием Когда мы Вкушаем его И это слово Не просто как-то Ну Заучил там Я знаток Библии Там могу наизу Стихи произнести Вот Вот Есть Пища Да Вот Яблоко Например Вот есть ты И есть яблоко Ты И яблоко Яблоко И ты И вот ты берешь его Откусываешь Яблоко Проникает в тебя Там где-то проходит Его начинают впитывать Там желудок Там кишечник Все прочее впитывается И постепенно Это яблоко Уже становится Частью тебя Что-то подобное Происходит Когда мы Пропитываемся И питаемся Словом Божьим Вы знаете Вот во время Этих молитв Когда я просто Молитвенно Размышляю Над Словом Божьим Что-то Необъяснимое Происходит Я иногда Чувствую Словно Вот это Размышление Над Словом Божьим В молитве Синхронизирует Меня С чем-то Высшим Синхронизирует Меня С небесами Я вам скажу Я очень редко Там какие-то Видения Вижу во время Молитвы Или еще что-то Такое Но я вам скажу Каждый раз Когда я уделяю Серьезное время Для молитвы У меня есть ощущение Что где-то внутри В своем духе Я синхронизируюсь С чем-то Высшим С чем-то Небесным И каждый раз После молитвы Словно Что-то Внутри Меня Меняется Я начинаю Мыслить Иначе Мышление Словно Оно Становится Каким-то Другим Мышлением Становится И ты Не позволяешь Этим всем Вещам Которые Там из твоего Прошлого Вот знаете Вот бывает Так Вот у человека Столько боли В детстве В молодости Он уезжает В другой город Или вообще В другую страну Где его Никто не знает Где никто Не знает Про его Прошлое Смотрит Нормальный Человек Но он-то Знает О своем Прошлом И он Невольно В новое Место Тащит Свое Прошлое О котором Там никто Не знает Да и дела Там нет Особо Никому До этого Но он Тащит Прошлое Свое Да И есть Как я сказал Люди Верующие Красивые Умные Талантливые Ну словно Вот это Размягченные Вот это Мозги Проигравшего Лобстера Которые Вот настроенные Он смотрит И не видит Слушает И не слышит Думает И не понимает И что интересно Он сам Себя Словно Загоняет Во все это Поэтому смотрите Апостол Павел И говорит Не надо Сообразовываться С этим веком Не надо Сообразовываться Со своим Прошлым Не надо Преобразуйся Обновлением Ума Когда Бог Начинает Говорить Помните Когда Однажды Бог Говорил Пророку Иеремии Смотрите Иеремия Первая Глава Четвертый Стих И было Ко мне Слово Господне Прежде Нежели Я образовал Тебя Во чреве Я познал Тебя Прежде Нежели Ты Вышел Из утробы Я Осветил Тебя Пророком Для народов Поставил Тебя Иногда Общался С некоторыми Людьми Которые Рассказывали Мне Что им С детства Родители Говорили Что их Зачатие Их рождение Это была Ошибкой Они его Не хотели Так вот Получилось Денег на аборт Не было Пришлось Рожать Его И вот Человек Вырастает С этим осознанием Отверженности Ненужности Никчемности Это настолько Вот Входит в него А еще там В школу Вот с этим состоянием Пришел И там В классе Гнобили И учительница Говорила Там Тюрьма По тебе Плачет И вот Всю жизнь Он слышал Эти слова Он эти слова Ненавидел Но они Как яд Проникали в него И формировали Вот это мышление Отверженного Неудачника Который Ничего Не может Ничего У него Не получается И вот С таким Мышлением Человек Приходит В церковь Я бедный Неудачный Все плохо Я лузер По жизни Но Слово Божие Говорит Это не только Касается Иеремию Это касается Каждого Человека Ни один Ни один Из нас Не родился По случайности Но все Это было Запланировано Задолго До твоего Рождения Небесным Отцом Бог создал Тебя еще В утробе Матери Это он Не дал Родителям Сделать аборт И ты пришел На этот свет Потому что Твой небесный Отец Желал Этого Хотел Этого Что же На все Это отвечает Иеремия Да Я создал Тебя В утробе Матери Пророком Тебя буду Сейчас ставить Шестой Стих А я Сказал Господи Боже Я Не умею Говорить Я еще Молод А у нас Вот сформировано От избытка Сердца Что Говорят Уста Мы переполнены Вот этим Я молод Я неудачник Мне не получается Да у нас Вот все Как-то так Вот Мы думаем Какое-то Наследственное Проклятие У тебя Проклятие Одно В голове Сидит Понимаете Вот это Вот это Мышление Проигравшего Лобстера Ты думаешь О себе Ты уничижаешь Себя Настолько Важно Драгоценное Переставать Уничижать Себя Поэтому Так важно Когда мы читаем Слово Божье Что Слово Божье Говорит о нас Вы поймите Это не просто Красивая Аллегория Дети Божьи Это Реальность Божьи Точка Мы не просто Причастники Божьего естества Да ну Красиво сказано Я конечно Больше с дьяволом Тусуюсь Вот Епископ Андрей Рассказывал Что мы видим Да В наших комнатах Нет Это не аллегория Это правда Мы причастники Божественного естества Мы искуплены Мы оправданы Мы очищены И важно не просто Я это знаю Я это знаю Важно пропитаться этим Когда ты вот этим Начинаешь пропитываться Берешь какие-то Простые слова Знакомые стихи Из посланий Сиди Молись Это о тебе Это про тебя Это для тебя Сказано Чтобы оно Формировало Восстанавливало Все что было Разрушено Хватит бегать По проповедникам И сказать Кто бы за тебя Помолился Да начни ты С ним общаться Хочешь Изменения О А мы начинаем Да я уже вот такой Да я вот это Не умею Я вот вообще Что-то Я когда сегодня Рассказываю Что я вообще Считался в молодости Молчуном Не верят в церкви люди Мы такого болтуна Не видели никогда В жизни А я думал Что я молчун А оказался Пастор Чудеса Да да И вот он говорит Я не умею говорить Ибо я еще Я еще Молот Мы Бывает так вот Закомплексованы У меня была первая проповедь Когда Я вообще у нас Я был в церкви Где у нас было Проповедников 10 И каждый говорил По 5 минут Так я не знал Что 5 минут говорить Я взял самую длинную историю Из Евангелия Которую узнал Это исцеление дочери Иаира Я думал Три минуты покрою Точно этим рассказом Взял по самому длинному варианту Как у Марка написано Там дольше всего Можно читать И вот мы такие Знаешь Вот Как я Я молод Я это Но Господь сказал мне Не говори Я молод Ибо ко всем Кому пошлю тебя Пойдешь И все что повелю тебе Скажешь Не бойся их Ибо я с тобою Чтобы избавлять тебя Сказал Господь Вот вы знаете Когда мы поймем Что это не просто Вот слова для Еремии Но это нечто для каждого из нас Перестань уничижать себя Перестань верить вот этому своему прошлому Или людям Которые говорили тебе Может быть родители там Пьянчушки Говорили гадости Унижали тебя В классе тебя Гнобили И ты вырос Как вот это белая ворона Несчастный Мозг Фомерован И ты словно не понимаешь Что словно идешь Из несчастья в несчастье Вот это По лестнице Ведущей вниз Это плохо Поражение Легче еще спуститься Еще поражение А там уже знаешь Пошло по наклонной По наклонной По наклонной И вот ты пришел В церковь Время Развернуть все И этот эффект Матфея Направить В противоположное Направление Вот что такое Метаноия Это начало Движения В другую сторону Не вниз А вверх Движение И послушайте Без вашего Участия Этого не произойдет Не сообразуйся С веком сим Сказано нам С вами Но преобразуйся Обновлением Ума Когда ты читаешь Слово Божие Когда ты молишься Со Словом Божием Когда ты воспринимаешь Его наполняем Эти простые вещи Но знаете Они выходят На наше подсознание Это не просто Вот ты Вот в эмоциях Или в каких-то мыслях Как вот У Некрасова Что там Книга последняя Скажет ему То ему На сердце поверху ляжет Вот что там Услышал последнее То и думаешь Есть глубинные Пласты нашего мышления Они должны быть Преобразованы Вот то что там Было посеяно Вот это вся Весь ссор Он должен выйти И доброе Семь туда Начнет проникать Правда же Драгоценное Никогда Не унижай Никогда Не бойся Сам себя К тому же Не позволяй Другим Это делать Посмотрите Когда апостол Павел Обращается К своим Духовным сыновьям Вот Первая Тимофея Четвертая глава Я когда стал пастором Некоторые не верят Я стал пастором Когда мне было Девятнадцать лет Я два года Был верующим Я вам рассказывал Что я из нормальной семьи Да Два года был верующим И стал пастором В девятнадцать лет И вот смотрите Это место писания Я очень часто читал И пропитывался им Первая Тимофея Четвертая глава Двенадцатый стих Что опытный служитель Пишет здесь Молодому Служителю Никто Да не пренебрегает Юностью твоей Но будь образцом Для верных В слове В житии В любви В духе В вере В чистоте Сие говори Увещевай И обличай Со всякой властью Чтобы никто Не пренебрегал тебя Это второе место Титу Вторая глава Пятнадцатый стих Когда Павел пишет И Тимофею И Титу Обоим Молодым Служителям Он пишет Похожие вещи Никому Не давай Пренебрегать Тобой Пренебрегать Тебя Потому что Это имеет Ужасные Последствия Внутри Тебя Что-то Должно Измениться Вы знаете Самый первый раз Я проповедовал За границей В 1994 В то время Мы с Дианой Учились в Упселе В библейской школе И Вот мы уже Заканчивали И у нас были знакомые Которые жили На севере Норвегии В таком городе Транхайм Вот Они ходили в церковь Христиане И они пригласили нас Чтобы мы С Дианой приехали Мы приехали И пастор Пригласил нас К себе И говорит Ну Вы из России Давайте Проповедуйте Вот Ну знаете Он так себя вел Помните Как он себя вел Вот так вот Как сказать Высокомерно Да Он был такой пожилой служитель У них такая была Большая церковь Тут кто-то приехал Из России Какой-то парень У него тогда Не 19 лет было Побольше За 20 Но тоже не сильно За 20 Было И вот приехал Вот И они мне дали Проповедовать Потому что Ну В то время Так экзотично было Из России Знаешь там Мишка Балайка Пастор русский Ну посмотрим Все необычно Все необычно Вот А я впервые Я никогда не проповедовал За границей Там еще с переводчиком Они Ну сами понимаете Они русского Не понимают А я по-норвежски Не говорил Мне тогда не сейчас Вот И был переводчик И все Вот И пастор так С высока Говорит Ну не переживай Это ладно Ну там Не знаю что Да скажи что Вот так Вот И это был В субботу вечер Мы у него в гостях были И вот мы приехали Домой Вот и завтра утром Воскресенье Должен был проповедовать Я вот лежу И вдруг я понимаю Я не хочу быть Диковинной зверушкой Из России Так развлекать людей Там рассказывать истории Как тут у нас Я же пастор Я же служитель Божий Я чувствую что Как бы это Ну не принимается Так вот Как не принимается Вот как-то вот Но я думаю Ну и что Я не дам Я буду служить Постараюсь Сделать лучшее Что могу Я Помню мы тогда молились Дианы молились На следующий день Было воскресное собрание Пастор опять Такой был вальяж Очень такой Богатый состоятельный человек Такая церковь Такая Все видно уже В возрасте Богатые люди Вот и тут И Я помню Я принял решение Я буду Служить Я буду Человеком Божиим Я не принимаю Вот это знаешь Вот эту экзотику Из России приехавшую Я человек Божий Созданный Господом Со словом от Бога Может быть это Слово простое Может быть оно Не самое глубокое Но оно от Бога И я буду служить Я помню Я когда вышел на сцену Я встал Думаю Господь Я хочу служить этим людям Иначе зачем я здесь Я не хочу быть просто Для разнообразия Вы знаете Я почувствовал словно Вот как будто Подключился к небесам Бывают проповеди не очень хорошие Бывают проповеди хорошие А бывают такие проповеди Даже как Не то что они хорошие Они как будто Просто с неба идут Бывают Проповедуешь И сам удивляешься Что ты говоришь Думаешь Вот это да Вот это да И вот тогда было Что-то типа такой проповеди Когда Я взял одну простую историю Из Евангелия И начал служить И вдруг Почувствовал вдруг Я не принял Вот это уничижение Не принял Вот это высокомерное отношение Да Я может быть Знаешь как Помните Вот есть у нас сестра Она может мала Да Но у нас он сестра Да Я может быть и младший брат У меня может быть нет Такого большого опыта Я начинающий пастор Но я пастор тем не менее Я служитель тем не менее Я начал говорить И мы просто Буквально Ощущение было Как фух В зале все начало изменяться К концу проповеди Там такое творилось Пастор сидел Встал на колени Ревел там Люди сокрушались Когда я спустился в зал Знаешь Обычно ты выходишь Там какая-нибудь Бравая сестра Хватает микрофон Говорит Аллилуйя Да Тут я спустился Вообще никто не выскакивал Кто-то плакал Кто-то сидел Кто-то там вообще что-то Потом в конце концов Кто-то вышел И говорит Вы знаете Сегодня нас посетил Господь И вы знаете И мы были с Дианой на первом ряду Я вдруг почувствовал Вот простая но важнейшая вещь Которая помогла мне Если я не буду принимать уничижение А мы живем в таком мире Где уничижение Можно встретить где угодно Но все дело в том Примешь ли ты это Или не примешь ли Так вот я понял Если я не буду его принимать Если я не буду Вот с этими Мозгами человека В поражении Но мы во Христе Если Христос за нас Кто против нас Тогда ты ощущаешь Что да Может быть ты маленький Может быть ты неопытный Но у тебя есть опытный И очень большой Небесный Отец А ты его дитя И опять таки Это не просто красивые слова Милые Это же реальность И так важно войти в эту реальность Можно войти А можно не войти в эту реальность Так важно жить в этой реальности И в то время Я много раз видел Когда были разные жизненные ситуации Когда пытались унижать Пытались пренебрегать Но когда ты знаешь Помните как вот Давид Который пришел Посетить старших братьев Героев Битвы с Голиафом Пришел А там героев нет Там есть Дрожащая армия Израиля И наглый Голиаф Когда он все это увидел Помните Он стал спрашивать А кто этот необрезанный Что он так поносит воинство Господне Да Кто он так Что ему ответили Вот эти униженные люди Которые боялись Голиафа Которые 40 дней Слышали его проклятие Униженные Оскорбленные Знаете я заметил Униженные Оскорбленные Если у них есть возможность С удовольствием Унижают и оскорбляют Других И вот эти униженные Солдаты Повернулись к Давиду И стали Ха-ха Знаем мы Тут твое сердце гадкое Пришел На сражение Посмотреть Овец ты что Оставил да Эээ Иди ждут там Твои друзья тебя Что пришел Тут же стали Унижать его Если бы Давид Ну да Старшие братья боятся Куда я то Лезу И он бы ушел То наверное Он бы так до конца Своих дней Остался пастухом Но что ответил Давид Не слова ли это Очень важно Отличать слова Которые мы слышим вокруг От слова Которое приходит с небес Не слова ли это Он принял Слово от Бога И пошел дальше Ну а теперь про награду Подробнее Что Там Какая награда будет До Саула дошло А помните Саул да Он же был Статный мужчина Высокий Выше всех В Израиле На голову выше Можете представить Какое у него было Обмундирование Когда ему привели Давида Молоденького Пастушка Он он снял Надел на него Я думаю Комично выглядел Пастушок Давид В этом огромном одеянии Да Как Филипок В этой одежде Рукава торчат Там Там конечно не было Шлемов Ну Выглядел нелепо Ему хотели Показать его место Унизить Понимаете Вот эффект Матфея Вот Хуже И все меньше Меньше Потом он уже И овец бы пасти не мог Если бы принял эти вещи Уже и все Самый гадкий пастух Уже все Но он сказал Нет Не мое Снял эту одежду Взял Прощу Помните Взял камни Взял сумку И что Одержал победу И однажды Стал Величайшим Царем Израиля По сердцу Господа Тут яркий пример Драгоценный Яркий пример Как мы Сами В своем уме Одерживаем Победы Или поражения В жизни И помните Что мы с вами Служим Господу Который Является Камнем Как написано В слове Божьем Камнем Которым Пренебрегали В современном переводе Пренебрегали Строители Но Он стал Краегольным Камнем Нашего Спасения Его унижали Но он не принимал Унижения Он шел до конца И исполнил Свою миссию То что вот я вижу В нашей ситуации Я вижу Как много унижений Как много подавлений Которые Такой глубочайший след Оставляют Буквально могут Менять Образ нашего мышления Если мы хотим Чтобы жизнь наша Менялась Семья Менялась Церковь Менялась Страна Менялась Давайте начинать Отсюда И каждый верующий Да скажет Аминь Давайте закроем глаза И склоним головы Всемогущий Господь Я благодарю Тебя За привилегию Служить Господь Этим вечером Бог Я поделился Тем Что Ты в последнее время Показывал мне И говорил мне И я молю Мой Бог Как это стало Благословением Для меня Пускай Боже Это станет Благословением Для моих Братьев И сестер Господь Благослови Каждого из них И я особенно Молюсь за тех У кого возможно Были травмы Травмы в молодости Травмы в детстве Я молю Мой Бог За тех Кто возможно Был унижен Господь Или претерпел Неудачу В любви Которая ударила По нему Или Боже Неудачу В учебе Или его Гнобили в классе В школе Или он Пережил Насилие Возможно Даже в своей Собственной семье От самых близких Людей Что привело Его в разум Определенное Состояние Но Боже Мы сейчас В Доме Божьем В месте Где происходит Метаноия Покаяние Изменение Образа мышления Новые мысли Новые мысли Которые соответствуют Не нашему прошлому И не тому Что про нас Говорили люди Но соответствуют Тому Что про нас Говорит Слово Божье Священное Писание Потому что В этих простых словах Есть самая Могущественная Сила в мире Господь Я молю Чтобы мы принимали Слово Твое Мы наполнялись Словом Твоим Это слово Проводило Фантастическую работу Внутри нас В наших сердцах В нашем разуме Господь Формируя Новый образ Мышления Который вел бы нас Из славы В славу И силу В силу Как От Господня Духа Господь Веди Преобразуемый Бог Да будет тебе Вся слава Вся честь И вся хвала Во веки веков И каждая верующая Скажет Аминь Субтитры